Показываем только лишь для того, чтобы вы могли насладиться атмосферой, понять, как это происходит. 10 евро, и он вас отвезет уже в центр Айанапы. Но мясо, мясо, мясо любим. За весь отдых это купаться, купаться, купаться. Заправляемся и отправляемся. Друзья, всем привет! Куда это меня занесло? Я на Кипре. Как вы знаете, совсем недавно у меня была свадьба. Наш оператор стал моей законной женой. И на неделечку мы решили выбраться. Огромное спасибо всем, кто поздравил. С вашего позволения я затонируюсь и кратенько расскажу, что вы увидите в этом ролике. Республика Кипр, она на самом деле очень маленькая. В длину она примерно 200 километров, в ширину 100. Если быть точно, там 220. В общем, это совсем маленькая такая республика, маленький остров. Площадью чуть более 9 тысяч квадратных километров. Я не пытаюсь вас чему-то учить, рассказывать. Я просто хочу погулять, сделать такой, знаете, легкий выпуск из путешествий. Периодически такое мы делаем. У нас на канале это встречается. В описании к этому видеоролику вы увидите все самые полезные ссылки и информацию. В каком отеле были, сколько стоило, на что тратили денег. В общем, посмотрев ролик, посмотрев описание, вы поймете, сколько нужно денег, чтобы отдохнуть на Кипре в сезон на одну недельку. Поехали! Кипр – это больше пляжный отдых, поэтому давайте парочку слов я все-таки замолвлю за наш отель. Называется он «Atlantic Anies Resort & Spa» – пятизвездочный отель. Проживание в этом отеле на момент августа 2018 года нам обошлось за 6 дней 127 тысяч рублей. Что мы за деньги получаем? Сзади нас получается лобби основное. Куда заходишь, красиво, там находится бар с хорошими коктейлями. Естественно, для нас все это бесплатно. Отель, он в принципе небольшой, но хотя вот если посмотреть, тогда кажется, что локаций много, бассейны в основном и все. Вот здесь бассейн, тут бассейн, через корпус еще бассейн, а вокруг идут номера. Есть двухэтажные, да, вот мы на втором этаже живем, а есть вот первый этаж. Если тут еще интересно это сделано, что ты выходишь, да, в бассейн залазишь, а у некоторых с левой стороны это все номера. Это реально, кто-то заезжает, живет так, что ты вышел из номера, у тебя лежак, то есть как будто ты как бы, знаешь, выходишь из номера, как дома у себя в частном доме, если ты живешь. Но тут же в тот же самый момент могут люди какие-то отдыхать. Что делать на территории отеля? Нечего делать абсолютно. Четвертый день идет, скучно мне стало очень сильно. Почему? Утром проснулся купаться, в обед купаться, пообедал купаться, после обеда вечером купаться. Ты только делаешь, что купаешься. Какого-то развлекал со стороны там анимации нет абсолютно. Конечно, расписано, что у вас будет одно, второе, третье, десятое. По факту, вот, день, все только делают, что плавают. Важно понимать, что на территории отеля нет никаких футбольных полей, нет никаких гольф-полей, нет вообще ничего. То есть здесь есть бассейны, здесь есть бары, ресторанчики. Ресторанчик один, вот он основной, сзади нас. Касаемо питания, выбор, конечно, большой, кухня действительно такая обширная, европейская. Но вот из 100% по меню, если взять, я бы сказал, что процентов 40, это что-то действительно вкусное можно найти. 60, вот что мы любим? Мясо, мясо, мясо любим. Прихожу за мясом, выбор есть. Чего не возьмешь, все, знаешь, пережаренное, засушенное, курица прям подгорелая. Ну, не хватает вот чего-то такого, знаешь, чтобы вот взял сочное. Ну, ты понимаешь, о чем я. Есть морепродукты, два дня подряд там креветки приносят здоровые, зажаренные мидии, там всякие ракушки. Все это присутствует, но опять же, знаешь, за счет того, что выбор большой, голодными не остаемся. Походил там, 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 поклевал, наелся, отлично. Здесь придираться не будем, на любой вкус и цвет, как всегда, можно покушать, наедитесь без проблем. Мы все с вами автолюбители, автомобилисты, канал у нас изначально имеет автотематику. Вот представь себе ситуацию, сидишь ты такой с компанией, ну, что, поехали куда-нибудь там в клуб, заказываешь такси, ты находясь дома, там, допустим, в России у нас, неважно какой город, и такой выходишь к подъезду, и тут тебя вот такая вот машинка встречает, а? Вот я когда приехал, я вообще так удивился, я думаю, нифига, прикольно, как сделано то, что лимузины семиместные. Вот, этим машинам там некоторым по 25 лет. Вчера ехали с таксистом, спрашиваю у него, ну, говорю, ну, как вообще машина, он говорит, ну, как машина, больше двух миллионов километров пробега. Я думаю, нифига себе, он говорит, да, три раза уже двигатель меняли, говорит, это на его только памяти. Все остальное, ну, понятное дело, масла, масла, ну, и так далее. То есть технически он там не углублялся, но факт был в том, что машина реально едет, она на ходу, она не дребезжит, но только лишь потому, что дороги здесь идеальные. На Кипре вообще дороги очень хорошие, то есть вот с точки зрения того, что это остров, 10 евро, и он вас отвезет уже в центр Айанапы. Но реальная цена этой поездки примерно 5 евро, поэтому не забывайте о том, что машина 7-местная, вы можете как минимум взять кого-то еще там в складчину, знаешь, там по 5 евро скинуться и доехать. Я же доезжал, торгуюсь везде, с меня брали 8 евро. Что рядом с отелем есть? Как обычно, магазинчики сувенирные, чего-то такого прям, знаешь, вау, удивительного нету. Магазины, кафешка, ресторан, аренда автомобилей. Пойдемте потихонечку сходим на пляж, Нисибич, легендарный пляж, посмотрим, какая движка будет царить там. Когда мы сюда ехали, многие наши друзья, знакомые, товарищи, все говорят, ой, Кипр, это такое классное место, мне там так понравилось. Вот допустим, смотри, если ты был в Турции, то ты разницу здесь вообще не почувствуешь. Вот реально то же самое, все то же самое. Вот если посмотреть сейчас по территориальности, от острова до Турции примерно 85 километров. До Египта, до Египта, подчеркиваю, 380 километров. И Сирия здесь недалеко 105 километров. То есть климат вы должны понимать. Единственная разница будет, это, конечно же, с Египтом. Туда ты приедешь, там чисто пустыня, там красное море, там гораздо красивее, естественно, море. Но здесь вот приезжаешь, климат мягкий, но сейчас, парни, такая жарящая. Вот мы стоим на улице примерно 38-40 градусов. Почему я в рубашке, ну, я думаю, вы все понимаете, потому что я уже сгорел, нахрен, в первый же день. Поэтому без нее я как без защиты. И вот сейчас мы с вами потихонечку подходим на легендарный пляж Нисси-Бич, про который, знаешь, некоторые говорят, это вторая Ибица. Вот сюда приезжаешь, здесь молодежь, здесь движуха, здесь все тусуются, ресторан находится. И дальше что нас встречает? Ну, вот такая примерно красота. Вот по такому принципу, ребят, я вам прямо сейчас все сразу рассказываю. Вон там очень мелко, там все вообще ходят, ну, не по поясу, ну, по поясу максимум, по колену в основном. То есть все ходят, потихонечку переходят вот на ту гору, и с нее все начинают прыгать. То есть симпатично, ну, естественно, придешь, фотографируешься разок, обратно спускаемся. Ну и все, если вот так передвигаться, там станция небольшая есть, где вы можете взять на прокат всякие гидроциклы, с парашютом полетать. Ну и, собственно, опять же, пляж, где что делаю? Купаться и опять купаться. Весь отдых это купаться, купаться, купаться. Народа действительно много. Есть очень много молодежи, есть очень много людей семейных с детьми. То есть тут вы уже сами решаете. Да что, говорит, пойдемте, подойдем поближе. Я думаю, не стоит даже рассказывать о том, что, ну, пляж как пляж. Конечно, знаешь, какие-то свои виды есть. Симпатичное море, заход, теплое море, действительно, сейчас сезон. Но с другой стороны, просто туапсе. Вот еще горячую кукурузу сюда подавай, да? Стандартный пляжный отдых, как везде. Плюс огромный в том, что не так дорого. Два евро стоит, например, шезлонг на один день. Напомню, тот же самый шезлонг в Дубае стоил 20 долларов. Ну, то есть это вообще совсем другие цены. А так вот, атмосфера, все как везде, чисто пляж. Все приехали, знаешь, кинули свои там ляжки, попки загорать. Ну и кайфуют, отдыхают. Что мы знаем про Кипр? Это то, что все те, у кого есть бабки, заносят их сюда, как в офшоры. Еще могу отметить тот факт, что примерно 30% по официальной статистике, это доход в бюджет именно от туризма. По неофициальной статистике, я думаю, будет все 50%. Мы общались с таксистом, он с Болгарией. Говорит, я приезжаю сюда на лето. Чисто пока сезон я зарабатываю, потому что зимой здесь делать вообще нечего. Здесь все умирает, все, тишина, все сидят. Народ есть, бабки тратят. Тут люди загорают, некоторые, ладно, там еще белые загорают, но некоторые вот лежат, ничего не хочу сказать, никак не хочу никого обидеть. Думаешь, ну куда вот загораешь, ты уже все, ты уже сгорел, ты уже готов. Ну и вот, собственно, то местечко, откуда доносится музыка. Но весь прикол заключается в том, что вот если сейчас туда зайти, да, вот молодежь, понятное дело. Сидят, пьют водку с Red Bull, все классно. Но рядом за соседним столом может сидеть мужик какой-то взрослый, просто обедать. То есть, знаешь, какая-то так непонятно сделана. По факту это обычная летняя веранда. Стоит диджей, лупит музыка. Периодически музыка действительно хорошая. Периодически музыка просто хрипит, знаешь, что не хватает. Все веселятся, особенно под этим делом, ребята, здесь вообще просто ты будешь думать, то что ты реально вторая Ибица, все круто, отвисаешь. Показываем только лишь для того, чтобы вы могли насладиться атмосферой, понять, как это происходит. Народ кайфует. Все, лето, праздник, отпуск. Все тусуются на все деньги. Море чистое, здесь ничего не скажешь. Переходим его вброд, иду вот, можно сказать, по колено. Больше переживаю за свою технику. Потому что микрофон дорогий, все дорогое. Вот вроде бы где мы находимся? На Кипре, да, все классно. Музончик играет. А я перед вылетом уловил по радио музыку от Александра Рева. И вот с этой песней я тут уже пятый день хожу, блин. И вот мы перешли на другую сторону. Вот так все это выглядит со стороны. Отель совсем недалеко. Перешел дорогу. Блин, расстояние занимает 3-4 минуты пешочком. Все, ты купаешься, загораешь. Можно попрыгать со скалы. Друзья, нравится? Не вопрос, вот что вас встретят сюда. Приехали, если вы там замотались, все, вам нужно расслабиться, позагорать, отдохнуть. Никуда вас не тянет, ни в каких городах гулять не хотите. Но я думаю, будет достойно, классно. Зимой альтернатива прямая Египет. Вот сейчас альтернатива прямая Турция. Поэтому выбирайте сами, где вам больше понравится. Я вам честно скажу, из этих вот двух мест, если смотреть с точки зрения отдыха, я бы выбрал хороший отель в Турции. Сюда прилетели, ну, первый раз. Интересно посмотреть, везде нужно побывать, чтобы делать свои выводы. В общем-то здесь, я думаю, вам все ясно, понятно. Пляж, все тусуются, все загорают. Что здесь еще добавить? Добавить больше нечего, поэтому не будем тратить наше эфирное время. Пойдемте, выберемся в город. В процессе снятия данного видеоролика, я думаю, ну, что такое получается? Сходили на море, ну, покушали, ну, еще что-то. Как-то скучно получается, скучно, согласитесь? Ведь Айянапа и Кипр, это вообще место такое, где тусуются, где молодежь, где весело, где должна быть какая-то жара. Именно поэтому я прошу вас убрать от экрана детей, потому что сегодня у нас будет необычный эксперимент. Это не какой-нибудь там челлендж-челлендж. Мы сейчас подготовимся, так по-русски, по-русски подготовимся, все возьмем с собой, запакуем в бутылочку и поедем тусоваться. Куда мы поедем? Мы поедем в центр нашей деревушки Айянапы, где есть легендарная улица, где одни клубы, рестораны, бары, где кипит жизнь, скажем так. Ну, то посмотрим вместе с вами, что это из себя представляет, если вдруг вы приехали сюда тусануться. Заправляемся и отправляемся. Пошла вода горячая, мы сменили атмосферу, мы сменили локацию, мы приехали в центр Айянапы. Вот эта маленькая улочка поначалу, кажется, идешь, то думаешь, ну что здесь такого, что веселого, где движуха. Прошли буквально 10 метров и сразу все изменилось, музончик. Как правило, такое движение происходит, когда там очень весело. То есть вот сюда придешь, знаешь, какая нужна реклама. Вот если рекламируют эту шаурмичку, ты пойдешь мне, покажи, пожалуйста. Ну, ты посмотришь, скажешь, блин, ну что-то никого нету, как-то кисло. А вот туда ты подойдешь, смотришь, очередь, да. Просто вон там жара, и это нужно проверить. Пойдемте. Передвигаясь по городу, ну конечно, кого мы встретим? Нашего соотечественника, Вован, знакомьтесь, Вов, привет. Расскажи, пожалуйста. А ты давно здесь вообще работаешь? Смотри, я прилетел 11 июня, но... Этого года? Этого, конечно. То есть ты прям буквально второй месяц у тебя пошел? Практически. Но я заканчиваю в это воскресенье. Ну, работа, конечно, не сахарного. А ты работаешь по программе какой-то work on travel или что? Нет. Просто приехал, поработай, попробуй. Просто приехал, а я остался с работой. Куда ты сам приехал? Вообще я с Украины, с Николаева. С Украинской, с Николаева. Ну здесь понравилось или так? Конечно понравилось, почему нет? То есть хочешь остаться дальше или ты хочешь уехать обратно домой? К сожалению, у меня начинается учеба, я уже должен уезжать домой. На сколько тебе лет? 19. Блин, друзья, вот согласитесь, смотри, Вовану 19 лет. Вот я когда захожу в Россию, да, в магазин, пивка себе взять, мне постоянно паспорт спрашивают. Вов, как думаешь, сколько мне лет? Ну, внешне. 25, 25. Мне уже 34 года, Вован. 34 года, а тебе всего лишь 19, а я выгляжу смотреть, как свежий огурчик. Есть там еще что смотреть или что там ничего нету? Вообще пройдитесь, посмотрите, это Барр Стрит. Народ будет ближе к 12. В этом году ближе к 12. То есть ребята раньше приезжали и говорили, что типа раньше, раньше в 11-10 было. В этом году ближе к 12 все начинается. Вот обратите внимание, вот ничего не нужно говорить. Вот посмотри на эту улицу. Вообще народу никого нет, тишина какая-то глухая. Бузон долбит, да, переходим сюда. Народ потихонечку подтягивается, гуляет, тусуется. Но тем не менее переходим дальше, дальше, дальше. И вот этот бар с одноименным названием, какой-то там Кохлуа-бар, вот там народище просто бомбы. Все туда тянутся, потому что всем интересно, что там происходит. И вот самолет. Как самолет? Ну я бы не сказал, что это, конечно, самолет, то, что вы нажимаете. Родной, да, все? В Кипре, Англия, руль направо. В Европу не можно видеть от этого автомобиля. Ага. В Кипре. И Англия, да? Вы знаете, Кипре была колония Англия. Ну да. Остался руль направо, и сделали больше за такси, работает такси больше. А вы откуда сами? Я из Болгарии. Болгария? Да, учил русский язык при 35 лет в школе. Работаю здесь, сезонно. А, а потом домой? В Болгарию? Зима в Болгарии, да, что сделаем здесь. Зима нет ничего. Сколько вы в месяц зарабатываете примерно? Можете сказать? Ну, как, сейчас, как много туристов, больше. Можно за один вечер 100-150 евро за мне, за один вечер. Но вы каждый день работаете? Каждый вечер. Каждый вечер, да? Вся вечер по 7 с утра. А в нем работают другие, мой друг человек работает в нем. Вот автомобиль работает 24 часов каждый день. Но вам нравится вообще на Кипре жить? Нет, нет. Не нравится? Нравится само, где работаем, деньги, другого речта. А, то есть чисто бабки, как говоришь? Только бизнес, ничего личного. Да, бизнес, да, тут хорошо здесь, изумляет. Обратите внимание, на чем передвигается в основном местное население. Вот интересный случай был. Вчера общались там с поляками, ну, с разными людьми общаюсь здесь, кто по-русски более-менее разговаривает. Всем рассказывают, что снимаем видео, ведем канал на YouTube про машины. Я говорю, у тебя Ауди есть там в городе? Конечно, есть. Я говорю, ты знаешь, что они скидки делают? Он, как скидки? Какие скидки? Я говорю, то, что на Ауди могут тебе 5000 евро скинуть. Да ладно? То есть они не знают, для них это, знаешь, что возможно. В Европе у них не так такое не встречается. Скидочки делают, как везде, официально. Но вот так уж, чтобы прийти в салон, можно торговать там миллион рублей. Нет. Следующий день мы потихонечку выбираемся на наши легкие путешествия. Передвигаемся мы на двух велосипедах. Многие спросят, а что это велосипеды? Почему не скутер? Почему не машина? Друзья, времени у нас мало. Мы приехали на 6 дней. Завтра у нас экскурсия. А минимум, насколько можно взять автомобиль, либо вообще любой транспорт, это сутки. Мы катаемся, все здесь очень близко, все рядом. Остановились, велосипеды бросили, гуляем, смотрим. Рассказываю, где мы находимся. Вот мы от отеля от нашего вышли и поехали в сторону центра. Центр здесь подразумевается деревушка Айанапы. Вот. Мы едем, вот такая атмосфера по кругу нас здесь встречает. Магазинчики, бары, кафешки, рестораны. Чтобы вы понимали, киприоты на самом деле мало пьющая такая нация. Климат жесткий. И вообще, когда они встречаются вечером, где-то посидеть друзьями компаний чаще всего. Они будут пить какую-то газировку, молочные коктейли. С алкоголизмом у них здесь проблем нет. Долго живут, климат благоприятный. Насколько мне не изменяет память, примерно 45 пляжей на Кипре занесены. Но отмечены там специальные награды европейские, что они якобы экологически чистые. В тот же момент они много курят сигарет. Действительно встречается. Курящих людей много. Видимо, так они расслабляются. Кальяны тоже есть. Но кальяны в большинстве своем, ребята, такой откровенный шлак. До сих пор делают их на фольге. Население Кипра чуть больше миллиона человек. Вот на этом острове, помимо самих каприотов, также, естественно, живут и русские наши, живут турки, живут англичане. Ранее вообще это была английская колония. На сегодняшний момент 2% территории Кипра Кипра, это английская земля, скажем так. Но там находится военная база. Вот мы, допустим, были в отеле, общались с русской девушкой. Чем она занимается? Рабочий день с 12.30 до 9.30 вечера. Она приходит 6 дней в неделю, один день у нее выходной. Что делает? По-нашему это самый настоящий хостес. То есть она встречает гостей, говорит, так, какой столик у балкона, у бассейна, куда хотите присесть, сажает гостей. Все. Посуду не убирает, ничего больше не делает. Зарплата у нее получается 900 евро. Важный момент, что за точно такую же должность мужчина будет получать на Кипре больше. То есть это особенность города, хотя как бы никаких там наших неравенств вроде как бы и нет. Аренда жилья у них составляет 200 евро в месяц. За счет того, что они давно-давно здесь уже живут, с мужем, мужем какой-то, румын она рассказывала, в общем он имеет европейское гражданство. На сегодняшний день, когда вот сейчас сезон идет, аренда жилья примерно будет составлять 300 евро. Вот если брать какую-то квартирку. Отсюда получается следующее, что можно в принципе приехать, взять на 2-3 месяца квартирку себе и жить. Цены такие же, как во всей Европе. Утром ты пришел на рынке, закупился там овощами, фруктами, мясом. На целый день ты наготовил себе еду, можешь там жить, существовать. Купаться, заниматься спортом. Ну сами понимаете, что здесь еще делать. Здесь ничего нет. На территории всего острова один единственный бетонный завод. То есть производства здесь как такового никакого нет. Ну вином еще славится. Есть там у них сорт виноградников непосредственно чисто кипрский. Полгода получается идет сезон, потом начинается, так сказать, затишье. И все те, кто работает, сейчас даже включаю ту же девушку, про которую я вам сейчас рассказывал. Зимой она получает посыл по безработице в размере 600 евро. Время примерно полпятого. Жарище реально стоит дикое. Примерно 33 градуса. Всем тем, кто мечтает, знаешь, похудеть, подсушиться, скинуть жирцы. Сюда на месяц приезжаешь вот так летом, питаешься овощами, фруктами, катаешься на велосипеде, бегаешь, высохнешь нафиг. Важный момент тут отметить. Казалось бы, полгода здесь стоит жарище. Уже с апреля можно начинать купаться. Наши соотечественники приезжают и в сентябре купаются, и в начале октября купаются. Но вот местные киприоты живут именно календарным летом. Вот в первые выходные июня их на пляже будет полно. Но в апреле, несмотря на то, что температура воздуха может быть 30 градусов, никого на пляже не будет. Вот наших полно. Общаясь с ними, они даже отмечают так, что когда начинается осень, вот сентябрь, октябрь, они уже курточки одевают теплые, они уже одевают теплую обувь. Хотя на улице, подчеркиваю, 25-30 градусов. Добрались до той самой легендарной улицы, на которой расположены одни клубы, бары, рестораны, где ночью здесь начинается дикая движуха. Действительно, после 12 часов ночи во народу. То есть вы можете приехать в 10, народу будет мало. Днем вы сюда приезжаете, ну посмотрите. Вообще хоть арендуй, как декорации, снимай здесь фильм какой-то. Конечно, местечки есть уютные. То есть можно сесть на баре, отвиснуть, встретить закат с видом на море. Водочки попить, как положено. Смотрите, водка стоит 4 евро, одна рюмка. Важно понимать. Если водка Red Bull, 6 евро, одна рюмка. То есть умножайте. По сути, цены такие же, как и в Москве. Ничего грандиозного нету. Приехал тусоваться, как минимум на одну ночь соточку евро брать нужно. Как вы заметили, здесь движение идет левостороннее. Также во всех гостиницах, домах, номерах идет розетка тройная. Вот подводя итог, да, нахождение в городе, ну скажем так, в деревушке. Кафешки, бары, рестораны, все это сделано, конечно, на продвинутом таком уровне. Если вам лет там 20-25 или пусть даже вам 30-35 лет, 40, неважно сколько, у вас в душе молодость и вы хотите прям потусоваться, приехать, позагорять на пляжу, потом сходить вечерочком там с девушкой познакомиться, в бар, в ресторан, водочки попить, коктейльчиков, либо же просто прийти, чайку махануть, кальян покурить. Здесь у вас во-выбор, то есть, знаешь, переизбыток. Вот реально, за весь вечер можно ходить из одного клуба в другой, естественно, входы бесплатные, но как только вы зайдете, вам, конечно же, предложат присесть, что-то заказать, выпить и так далее. Задача любого официанта выжать из вас денежки. Цены на питание. Как и везде, приезжайте, выборы огромные, начиная от 2 евро. За 2 евро, естественно, ты получаешь горячую кукурузу, за 4 евро ты можешь получить какой-нибудь хороший сэндвич, ну и выше. В среднем в кафешке пообедать на человека обойдется, ну, примерно 15-20 евро. Если вы вдвоем пришли, сели, напитки взяли, салатик, там, какое-то блюдо большое, уложитесь примерно в 50 евро. Если, например, у вас завтраки в отеле есть, вы приехали, будете обедать, ужинать, самым дорогим для вас будет ужин, потому что в обед вы жара дикая, можете просто супчиком похлебать, а вот вечером покушать да захочется. Я рекомендую закладывать на один день 100 евро. Вот я считаю, что если вы вдвоем приезжаете со 100 евро на двоих, то вы жить уже будете. Выше, круче, ниже тоже можно, но уже будет такой некий дискомфорт. Вот сзади нас дорога, одна единственная, скажем так, по которой вы едете вдоль моря, и там все рестораны, бары, кафешки. Стоит немножко свернуть. Это, к слову, о том чистоте, о том, как содержат улицы вне туристической зоны. Хотя здесь дорога основная проходит для туристов, которые идут на море купаться. Грязище, сранище есть, хотя, казалось бы, рядом отели почему-нибудь заставляют убирать, чистить. Здесь поле для деятельности, естественно, тоже есть. Запросто можно построить какие-нибудь домики красивые, вот типа вот это. Вот это я вообще даже, знаешь, как сказал, мечта наших соотечественников. Свалить, например, из холодной России на Кипр. Ну, представляешь, такой домик себе заиметь, небольшой, уютненький, вышел из него, в машину прыгнул, вон он у тебя в гараже стоит, поехал там по своим делам, загорать за продуктами. В тот же самый момент живешь с видом на море, ну, красиво. Шел шестой день пребывания блондина на Кипре, и время делать выводы, потому что завтра утром мы улетаем. Друзья, что могу сказать, понравился ли мне Кипр? Да, понравился. Сильно он мне понравился? Ну, не совсем сильно, потому что я же люблю больше динамичный отдых. Я не люблю этот спальный отдых лежать, загорать, ничего не делать. Безусловно, здесь есть чем заняться, здесь есть ряд достопримечательностей, на которые вы можете съездить. Остров небольшой, можете взять автомобиль, все посетить самостоятельно. Но сейчас сезон, очень сильная жара, и, как понимаете, блондинам такое жару, очень тяжело. Я обязательно сюда вернусь, но зимой. То есть, когда будет не сезон, самое главное подобрать погоду такую, чтобы не было дождя. Потому что зимой здесь будет 15-20 градусов, можно найти такой месяц. И одним днем, ну, максимум двумя, объехать весь остров и посмотреть все самое-самое интересное, не напрягаясь от жары. Кому я могу рекомендовать данный отдых в данном отеле? В первую очередь, естественно, семейные люди с детьми. Для них здесь все есть. Есть маленький аквапарк, есть бассейны, шезлонги. С одной стороны, вообще нет никакой музыки, то есть дети могут спать. С другой стороны, музыка есть, но чуть-чуть. В общем, детям и их родителям здесь будет находиться комфортно. В тот же самый момент, если вы молодой человек, и вам нужно приехать с друзьями, с девушкой, тусаном как следует, рядом Нисибич, перешли дорогу, тусовка, все, развлекайтесь, веселитесь. До центра идти пешком, ну, примерно 25-30 минут, либо же 5-10 евро в услуге такси. Всем тем, кто досмотрел данный видеоролик до конца, хочу сказать следующее. Друзья, я высказываю свое личное мнение. Если вы были на Кипре, и вам здесь очень сильно понравилось, классно, ставьте лайк. Если вы не были на Кипре, и посмотрев видеоролик, вам кажется, что, блин, да ну, как-то кисло здесь, он написал все фигово. Нет, обязательно садитесь, приезжайте. Если вы настроились, надо все увидеть самому. Потому что, допустим, жена у меня поехала сегодня на экскурсию. Я смотрю фотографию, говорю, ну, блин, какая ты фигня. Она говорит, вживую, конечно, интересно, но все равно скучновато. Другие же люди были там в диком восторге. Другие говорят, что вообще фигня. Смысл один. Собирай чемоданчики и отправляйся. В сезон, конечно, дороговато. 150 тысяч тебе обойдется примерно на двоих. 5 звезд, все включено. Дней так на 10. Зато за эти 10 дней ты здесь выдрыхнешься и отдохнешь по полной программе. На этом у нас все. Подписывайтесь обязательно на канал. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Там всегда выходят свежие, актуальные фотографии. В описании к этому видеоролику я оставляю все самые полезные ссылки. Расписываю цены на все наши траты. Оставляю плейлист на все наши предыдущие путешествия. Саона, Доминикана, Барселона. В общем, есть что посмотреть. Переходите, полистайте. Все делаем кратенько. Мне кажется, интересно. Огромное спасибо за просмотр. Блондин возвращается. Если ты смотришь этот видеоролик, значит, я уже в Москве. А это значит, в ближайшие дни тачки, тачки, тачки. Всем пока.